Божья, милость и будем грешен. Создава нас Господи, помилуй нас, Божественное, Господи, прести и помилуй нас, Божественное, благослови нас. Царю небесный, Удешителю души и стены, Иже здесь ты, ты вся исполняй, Сокровище благих и жизнеподателю, Приди всеми селны, неочистимы от всяких скверных, И спасти блажен души нашим. Отец наш небесный, молим Тебя, благослови наши эти занятия. Помудри нас, Господи во спасение, что все преодолевшим мы устояли С верой, надеждой воскресения и жизнь вечную, На то, что уготовил Ты нам спасение для вечной жизни. Помоги, Многим милостью, разобраться во всех, Хитрость плетения, которые сатана устроил здесь на земле, Чтобы мы не пришли к Тебе, Господу и Творцу. Помоги, Господи, для нашего разумления, Открой нам очи душевные, телесные. Не даруй, Господи, чтобы никакое гнилое слово не сорвалось с наших уст. Тебе же слава за все, честь и поклоняйте, Сыне Святой. На прошлом занятии мы разбирали Евангелие от Марка, Первую главу, и остановились на 32-34 стихе, я их повторю. При наступлении же вечера, когда соходило солнце, Приносили к нему всех больных и бесноватых, И весь народ собирался к дверям, И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, Изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, Что они знают, что он Христос. И 35-39 стихи. А утром встав весьма рано, Вышел и удалился в пустынное место, И там молился. Симон же и бывшие с ним пошли за ним, И, найдя его, говорят ему, Все ищут тебя. Он говорит им, Пойдем в ближнее селение и города, Чтобы мне и там проповедовать, Ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их, По всей Галилее, И изгонял бесов. Толкование блаженного фифилакта На эти стихи. После того, как исцелил больных, Господь уходит в уединенное место, Научая тем нас, Чтобы мы не на показ сделали что-либо, Но если сделаем какое добро, Спешили бы скрыть его. И молился он также для того, Чтобы показать нам, Что все, что не делаем доброго, Должно приписывать Богу. Иакова 1.17 Простите, пожалуйста. Всякое даяние доброе И всякий дар совершенный Не сходит свыше. От Отца Света, У Которого нет изменения И метения перемены. Да, то есть, Вот это место Писания подтверждает, Что все нужно приписывать Богу. Сам по себе Христос Даже не имел нужды в молитве. Далее, Когда народ искал И сильно желал его, Не отдается ему, Хотя принимает это с благосклонностью, Но идет и к другим, Нуждающимся в исцелении и наставлении. Ибо Вот дальше выделено И подчеркнуто Не должно ограничивать Дела учения Одним местом, Но Надо бы навсюду Рассеивать лучи слова. То есть, Это слова Ферфилакты, На них будут сейчас комментарии Даны Игнатия Тихоновича. Дальше, Толкование. Но смотри, Как он соединяет С учением деяния. Проповедует, А потом изгоняет и бесов. Так и ты. Учи и вместе Твори дела, Чтобы слово твое Не было тщетно. Иначе, Если бы Христос Не показал Вместе и чудес, То слова его Не поверили бы. То есть, За словом Произошло дело. И часто, Когда слова Не подтверждаются Делами, Люди Перестают Таким людям верить. Поэтому Вот Так Христос Поступил. Так вот Нам блаженный Ферфилакт Растолковал. Какие-то мысли Может быть По ходу Возникли. Ну, Я хотел бы Давайте, Чтобы мысль Развилась. Мы же Евангелие От Марка Берем Не совсем По толкованию А по изучению Евангелия От Марка. И давайте Теперь отсюда Мысли возьмем. А потом Какие мысли еще? Мыслей-то много есть. Только нам Не эти мысли нужны. А мысли Ну, как бы мы Я хотел Вставку-то сделать Напомнить опять, Что занятия эти Ведутся для людей Которые хотят Изучить Евангелие. То есть, Не просто его Прочитать. Прочитать его Многие прочитали. А так, Чтобы оно запомнилось И не просто запомнилось А привело тебя К исполнению Евангелия Именно в сегодняшний день 2013 года 26 февраля Ну вот Давай, брат Читай В черных очках Читай в черных очках Зрение Зрение Да Так, что виднее Потом сниму Если кого-то Смущает Смущает Да Так, но мы Прочитали Евангелие От Марка И здесь дальше идет Как бы задача Для нашего разума Сейчас дальше Это внимательно слушайте Это не совсем толкование Христос так сильно Сознавал Необходимость Общения С Богом Наедине В молитве Что даже Во время Усиленной работы Он Жертвовал сном Несмотря на усталость И вставал Весьма Написано рано Чтобы только Найти время Читаем Евангелие от Марка 1 глава 35 стих А утром Встав весьма рано Вышел И удалился В пустынные места И там молился И читаем Евангелие от Марка 6 глава 46 стих 6 глава Евангелие от Марка 6.46 Откройте Марка 6.46 Прокройте Ну тоже Да Говорится То же самое Что Лука 5 глава 16 стих Но он Уходил В пустынные места И молился Лука 6 глава 12 стих В те дни Марка 6.46 В те дни Взошел он на гору Помолиться И пробыл Всю ночь У молитвы К Богу Прочитали Нашли Пожалуйста Читайте 6.46 Марка Что так и не нашли Давайте учиться Искать Тут нету Просто Многие есть Комментарии Цитаты А этой нету Это евангелие от Марка Бабушки Как наши Вот так Как вы Одеты Платочки Вот так У них Вот так Полезно Как они Зашушали Все Библиями Это для меня Как будто Голуби Полетели Я думаю Что там такое Зашушание А они Все Библии Открывают И на царях Уже царство Открыли Она же Сказала О царях Будет Они все Царство Открыли Думаю Ну вот это Молодцы Вот так Знание Давайте Марка 6.46 И отпустив Их Пошел на гору Помолиться Все 6.46 Вот и все Слава Богу Так Ну мы можем Остановиться На этом Или продолжим Дальше Еще Прочтем Как вы считаете Еще про молитву Дальше Тут про молитву Идет Потому что Уже много Мест писания Может кто-то Кто-то хочет Сказать о том Как он Встает ночью Молится Подражая Господу Иисусу Христу Или Очень любит Молиться Очень Любит Молиться Ну можно Немножко Остановиться Чуть-чуть Давайте остановимся Почему Я хочу сказать Потому что Ну нужно Сказать о молитве Молитва Это Беседа Души С Богом Беседа Просить Даже Просто Мы тут Жизни Просим Вот Шик и Ха Сейчас Слышали Болгарии Что творится Просили Просили Не допросились Тогда как Ударил народ И все И скинули Правительство И все Ну русский народ Не такой Русский народ Он Привык Просить Это нам Понятно Очень сильно Вторая Ступень Молитвы Она Очень Редкая Для нас А вот у американцев Она Даже вылилась В праздник У них Праздник Благодарения Есть Мне очень нравится Какие они молодцы Посмотришь Как они Они благодаря Приезжают Собираются По телефону Звонят Папа Папа Я думаю О чем же там разговор Знаешь Я там буду ехать Через Тот Штатов Я постараюсь Успеть Оказывается На день Благодарения Поблагодарить Своего отца Что он Его воспитал Как это У нас Такого Нету Благодарения У русских Отсутствует Молитва Просьба Присутствует Почему Мы вроде бы Как те Ветхозаветные Иудеи Которые Просили у Господа И говорят Вопль Народа Моего Дошел ко мне Говорит Господь И послал Моисея И как они Поступили с Учителем Очень похоже На русский народ Как поступил народ русский Мы знаем Мы бы сейчас Не группкой В одиннадцать человек Собрались Если бы он поступил правильно У нас было бы Настоящее братство А так Хоть маленькое Но христово братство Ну маленькое Но мы все Во Христе Собрались здесь С радостью В сердце Чтобы еще раз Слово Божие послушать И третья ступень Это Славословие Просто Прославить Господа Какое это Славословие У нас оно вообще В церкви Нигде не принимается А это написано Словом Божьем Написано И взывают А во отче У апостола Павла А во отче Взывает А во что это значит Это благодарение Господу Отцу Просто Благодарим тебя Бог наш Отец Что ты Сделал все так Вот именно Вот так А как Да страшно Сделал Господь И детей убивают Вспомните Как вы начинаете Беседовать с неверующими И первое Как вы только говорите О вечной жизни О боге Они сразу говорят Да что бог он Он ничего не может Почему А детей Детей то Вот сколько убивают За что детей то Невинны Невинны Да Ну конечно Все невинны Понятно И люди все понимают Они все Они же судьи У нас как говорится Все тренеры По футболу И все тренеры По хоккею Каждый Каждый Мнит себя стратегом Видя бой со стороны А у нас только Один стратег С большой буквы Это господь Он Савалов Называется Вот как раз стратег Воевода Ангельских сил Это мы про молитву Ты ведущий Про Про вторую Ступень Благодарственную Тут говоришь На России Как-то Это не принято Благодарить И меня буквально Вот 15 минут назад Случай Ждал брата У памятника Там был Раньше памятник Ленину А сейчас Стоит памятник Мужчина С бородой И девочкой Он так Женицу Разбивает Кто знает Что там написано Ну я читал Можно прямо сказать Мне очень интересно Не прочитали? Скажи Ну раз ты сейчас Стоял читал Скажи Я-то знаю О чем там говорится О болтайской земле Говорится О переселенцах С какого по какой год Ты запомнил? Год не запомнил Я как раз запомнил Вот это я могу сказать А ты остальное Да? Это переселенцы На Алтай Начиная с 1888 года И до 1908 года Переселения Да Вот такие переселения были В кабинетские земли Переселялись И там именно Люди поставили Этот памятник И там слова Какие? Помните? Нет Ну вы сейчас сказали Вот именно Благодарные Благодарные От благодарных Переселенцев На Алтай Да Да От благодарных Переселенцев На Алтай От благодарных Потомков Благодарных Потомков Переселенцев На Алтай Переселенцев На Алтай От благодарных Потомков Значит, все-таки русские люди не совсем неблагодарны. Но в молитве, да. Давайте, можно? На духовном, я о духовном говорю. А здесь, даже разговор здесь о земном, мы можем этот памятник сейчас поставить сверху, говорится, с ног на голову. Почему? Все земли в Алтае пустуют. Разговор-то идет о крестьянах. Стоит крестьянин с бородой, разбрасывает зерно. За его там степи там разливаются, колося и так далее. Нету ничего, это на Алтае сейчас. За что они благодарят? За что мы берем, когда все похерили? Все похерили, все в города переехали. Еще не забудьте, что своих как-то кузнецов не было у евреев. Они оружие не могли ковать и не могли даже себе саху выковать. И чтобы это сделать, они ходили к чужим племенам. Так вот мы сейчас в таком же состоянии. Мы не можем... У нас последний комбайн Енисей под нож зарезали. Все импортное и иностранное. Кого мы благодарим? За что? Развалили все колхозами, коммунизмом. Ой, лучше о коммунизме сейчас не начнем, а то это... Ну вот, кстати, о коммунистах. Вот вам благодарность. Нам кого благодарить? Царя никто не поблагодарил? Батюшку. Никто. Ну, будем в лице царя, последнего Николая II, брать всех царей. Никто не поблагодарил. Скинули с престола, поубивали. Сколько их до этого убили? Ленина кто поблагодарил? Ну, попытались его благодарить. Так там такие интриги-то завернулись. Взяли его и в мавзолей. Вот сейчас лежит его труп. Гниет. И что, давайте сейчас Ленина вернем. Он скажет, о, молодцы, да, хорошо, что мой труп лежит, гниет. Да любой скажет, вы что делаете? Ну, давайте меня быстрее похороните, он же гниет. Ну, поклонники вещества. Ну, где благодарность? Нету. Сталину какая благодарность? Сразу же тут же культ личности. Хрущевну, Брежнев, Горбачеву. Поносят, не могу. Ельцину, алкоголик все. Никакой благодарности никому нет. А мы благодарим. И, ну, Ельцина не так благодарим, но тоже. Благодарим. Горбачеву благодарим. За то, что он скинул этот коммунистический строй, помог. Благодарим. Молимся за него. Да, молимся. Это надо. Мы благодарим царя Кира. Он помазанник Божий. Он позволил строить Иерусалимский храм. И так далее. То есть надо знать, за что благодарить и когда. И чтобы это было в истине. Ну, вот я про это скажу. Продолжаем, да, про молитву? Да, продолжаем. Про молитву ты дальше сейчас. Ну, да, да, там дальше еще будет, да. Молитва для души тоже, что дыхание, для тела. Своего Господи. Как ответить человеку, который не верит в силу молитвы? Вот, пожалуйста, вопросы два уже. Находим ли мы время для молитвы? Пожалуйста. Хоть по очереди спрашивай. Еще можно еще добавить? Подожди, сестра что-то хотела сказать. Все, нет, не говори, Игорь. Я еще хотел сказать о молитве. Это частная молитва. Господь уединяется для частной молитвы. А есть еще написано молитвами и молением. А моление это общая молитва всех членов церкви или верующих с оглашенными мести. Тех людей, которые истинно молятся, обращаются к Господу в храме Божием. Это еще моление называется. Это отдельное уже. Поэтому, я думаю, время и для молитвы надо находить, и для моления. Почему? В субботу. Сколько собирается людей? А ведь это был суточный круг богослужения, когда-то в православной церкви. Ну, в истинной христианской церкви. Тогда она не православная называлась. Суточный. То есть, сутки молились люди. Немножко посидели. Вот батюшка нам рассказал в последний раз на занятии о девяти чинах. И рассказал там за утреннее, там про скамиде, там и так далее. Первый час, там третий, шестой, девятый. Все это он на этой литургии, все это он нам рассказывает. Как делилось раньше вот этот суточный круг богослужения. И все люди присутствовали. Все молились. Агатпы была. Агатпы. Вечеря любви их называлась. Многие ее извратили в свое время. Но для нас Агатпы это величайшее моление, которое только можно представить. Представьте, присуществление тела и крови Господней. Вина и хлеба в тело и кровь Господней. Это именно по молитвам. Невероятно просто это все. И сектанты до сих пор не признают. Хотя сектанты верующие, они Библию лучше нас знают. В некоторых частях ее. Вот это я хотел еще сказать. Еще продолжить? Так что, никто не остановится, находит время для молитвы или нет? Ну хоть кто-то. Ну давайте брату, наверни на себя камеру, расскажи. Хоть про Игнать Тихоновича опять послушай. А, про Надежду Васильевну. Надежду Васильевну. Ну вы же находите время для молитвы. Конечно. Ну как это, тяжело? Да то что, одно удовольствие и радость только. Как же это. Господи, если же за наших дорогих братьев и сестьев, которые любят молиться по утрам. Рано-рано. 4.40, да? И ночью. Помоги Господи. Это никакое не хвастовство и ничего. Главное только в черной зависти не умереть. Я могу так сказать, что многие-многие завидуют людям, верующим, то, что они молятся. Только скажешь, я молюсь. И сразу столько ты эпитетов тыкачей получишь в спину. Ой, невероятно. Я могу пример провести. Вот, например, так вот вставать на молитву именно в течение дня, самого желания нету. Как говорится, хоть и чувствуешь побуждение, но лень это преодолевает. А вот если ты чувствуешь ответственность, например, готовишь их к занятиям, да? Что ты будешь руководителем. Вот тогда ты уже в течение дня, там, я не знаю, ну, несколько раз точно встанешь. Потому что я Слово Божие почитал, тебе надо помолиться. Господь, здрасте, новую мысль кидах пойдет. Вот именно чувство ответственности побуждает тебя еще больше молиться в течение дня. И там даже... До чтения Слова Божия, после чтения, в принципе, да? Да, до и после. Когда чувствуешь больше ответственности к людям, ты больше побуждаешь их к молитве. Хотя, конечно, мы про себя короткие молитвы в течение дня совершаем. Идешь ли ты там, сидишь ли ты, или там где-то ты работаешь, или что-то делаешь. Вот такой пример. Пожалуйста, спасибо, Христос. Ну, мне тоже есть небольшой такой опыт за временем пребывания в православной церкви. Особенно в последнее время улучшения в духовном плане в том, что меня Господь побуждает на молитву. Я встаю... Было время мы с Надеждой во сильном месте молились, 4.40, входили вместе с братьями молиться на молитву. И две недели эти мне дали большой, огромный стимул, чтобы молитва шла постоянно. И постоянно идет молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. И какие-то дела сделал, и слава тебе Господь. И никакого нет другого ощущения, а только общение с Богом. Я была у Маркетановой Валентины Дмитриевны. Человек, который молится постоянно всю жизнь. С молодого возраста, 22 лет до и ранее, она уже знала опыт молитвы. У нее молилась мама. Она начала читать сама Слово Божье, Евангелие. За это слово она находилась в вузах, потому что они не брали документы, паспортов не брали. И они длительное время находились в этом состоянии не брать документы. Это печать Антихриста. И только когда встретились с Игнатием Тихоновичем Лапкиным, узнали всю правду о том, что это еще не печать Антихриста. И что для того, чтобы ты молился и вел образ жизни, который Христос заповедовал, нес благую весть, тебе нужны документы. Они приняли документы. И до этого времени она сейчас живая, и она до сих пор молится. Молится, несет большой груз молитвы. Читает Евангелие. Мы с ней вместе тоже изучали Слово Божье. И когда открылась ей Библия, она очень была рада. И говорит, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты мне на доступном русском языке дал Твое Слово с толкованием. Как дивно это Слово, ибо это необходимо для спасения души. С молодого возраста человек заботился, как спасти душу. А теперь она говорит, это не только то, чтобы я молилась и молилась. Это я должна знать Слово Божье, которое для меня еще было так давно закрыто. Я на церковно-славянском языке не могла всего этого понять. Теперь для меня Господь открыл очи мои. И я дивно радуюсь, что Господь меня любит, открывает Слово на знакомом языке. И я благодарю Господа. Вот молитвенный опыт от сестер и братьев. Я приняла этот опыт и рада, и довольна. И славлю Господа Бога Иисуса Христа. Благодарю Господа, что и внучка со мной молится. Нучка даже на коленочках стоит и молится, накладывает на себя окрестное знамение и благодарит Господа. Где-то она ведет себя плохо, неправильно, но послушанию стремится. Это Господь нам дает все. Без Господа мы ничего не можем. Слава Христу! Вопрос можно? Еще я хотел бы вот этот вопрос такой задать, что... Ну вот о молитве. Вот мы сейчас рассказываем о молитве. Мы же в Новом Завете уже молимся, по Новому Завету. А был еще Ветхий Завет. Там тоже люди молились. Но нас как бы больше интересуют, конечно, молитвенные примеры из Нового Завета все-таки. И евангельского. И мы вот его находим у Господа Иисуса Христа. Хотел немного зачитать просто, как молился Господь. Все-таки. Чтобы нам оттуда взять себе пример и вообще посмотреть, мы-то молимся об этом или нет. Вот это 17 глава Евангелия от Иоанна. Она еще называется первосвященническая молитва Господа за учеников. Хотя на самом деле это не молитва, как бы считается, а даже беседа с Господом. Давайте послушаем. Вот немного хотя бы. Да-да. И так, 17 глава Евангелия от Иоанна. После всех слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал. Вот сектанты, они молятся, закрыв глаза. Они вот так вот молятся. Вот закроют глаза, вот так вот. И вот так вот прям еще зажморятся. И Господи, Господи, и вот так вот. Господи Иисус Христе, дорогой, дорогой Иисус. Вот так вот они молятся. А здесь Господь совершенно противоположность. Возвел очи на небо. Написано. Вот прям написано. Они пользуются этой же Библией. Почему они закрывают глаза, непонятно. Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Ну, это против многих сектантов, которые пытаются почитать Иисуса Христа как просто великого человека, там, пророка и так далее. Ариане и сегодняшний, так называемый, лжесвидетель от имени Иегова. Вот это как раз к ним вся власть дана. И дальше Господь молится. Вот все говорят. А почему вы о себе рассказываете? Это вы что-то все только о себе, да о себе. О ком еще услышишь? Господь сразу начинает с того. Прославь сын. Прославь сына твой. Он о себе говорит. А почему? Ну, перед этим видим, Господь вообще нигде не назвал себя я Бог. Он же не единозвал я Бог. Он говорит, я есмь сущий. Но сущий, так называл себя Господь, Иегова. Я есмь сущий. Иегова переводится. Сущий, да. И Господь сказал, я есмь сущий. То же самое сказал. Но он же не сказал, что я Бог и Иегова. Он сказал, опять же, так же прикровенно, как и говорил Господь. Так он запрещал идти. Да, и Господь запрещал, ну, не запрещал говорить, что он Бог, потому что никто и до этого не догадался даже, что он Бог. Но он все, что Иисус Христос-то, это понятно. Он и был Иисус Христос. Нет, он запрещал этим бесам. А, бесам-то, ну, бесам запрещал. Про бесов. Я говорю про учеников, про человеков. И все было для того, вот он делал эту... Он показывал скромность и смирение. Хотя он говорил-то от себя практически, он все говорил о себе. Вот дальше продолжим. И так как ты дал ему власть, они... Сейчас. На всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная. Да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Мы читаем сейчас, о чем молился Господь. То есть, что на первое место мы должны всегда выводить? Того, кто нас спасает. Спаситель нашего Иисуса Христа. А вот тут впереди-то сказано было, даже мы не обратили немножко внимания. Прославь сына твой. А чем прославился сын? У нас как прославляются? Ну, вышел человек, его показали. Видите, как одетый красиво, там, здоровый, там, или умный. Что-то сделал. А он-то вознесен был на кресте, прибитый. Он умирал уже. Уже прибивший ему руки, пробив и ноги, это уже человека приговорили к смерти. Все, он уже умирает. Таких людей не вылечивали уже, их невозможно было вылечить. Если они провисели несколько минут на кресте, все, наступала смерть. Необратимые последствия наступают. Заражение там, столбняк и все. Ну, такими железяками забивают. Вы понимаете, в чем дело? И это прославление было Иисуса Христа. И после этого это было укором для христиан. Как говорили? Да вы какому-то распятому плотнику поклоняетесь. Какому-то человеку на дереве прибитому. Вы что делаете, люди? А это была его слава. Но и сейчас-то это многие уже увидели. Вот о чем молиться нужно и что нужно распространять в мире. Чтобы люди видели, что слава не в том, что мы живем в теплых квартирах с туалетами друг над другом. А в том слава, что смирение показать и кротость перед Словом Божьим. А перед Словом Божьим это значит перед людьми, любыми людьми. Враги то или твои друзья. Мне даже кажется, что перед друзьями смирение и кротость еще хуже показывают, чем перед врагами. Тяжелее. Тяжелее, да, тяжелее. Точно. Как-то вот сложнее все это. Когда обличают тебя. Особенно когда обличают, да. А ведь об этом говорится в этом. Ведь Господь как сказал? Я, говорит, умыл вам ноги. А я ваш учитель. Вы правильно говорите, что я учитель? И вы также умываете другим ноги. А на сегодняшний день мы если перенесем, что мы сейчас видим в Церкви Божьей? Ну да, есть там этот чистый четверг, когда там носят полотенце. Епископ там наклоняется, умывает. А почему бы это не театральным действием сделать, а душевным расположением? Чтобы епископ был не надзиратель, как он переводится над всеми братьями, а старший брат, как у хмеров это было. И там лицемерие было до какого-то времени. И здесь тоже. Все потому, что мы не умеем молиться или неправильно понимаем, что такое молитва. Так, ну тут много читать, в принципе. Я просто, да, я немножко почитал, чтобы понятно было, да, что Господь молился тут. Не сказал, что все до конца пройти. Так, ну все, про молитву прочли. А на псалмах никто не остановится? Вот Давид молился. Да. Так, нет, никто не хочет. Вот псалм. Господи, рано услышь голос мой, рано пристану при твоем, буду ожидать. Чего он будет ожидать? Интересно. 26-й, 8-й стих. Сердце мое говорит от Тебя. Ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего. Господи. В чем заключается, как поиск лица от Тебя говорит? Как понять от Тебя? Тут вопрос на вопросе. Если мы будем разбирать тщательно, то это очень многим поможет во спасение умудрить. Что ждет он от него, Давид? Он спасения ждал, чтобы Саул его бросил в геннадий или что? Будем так говорить, что Давид, он не мог сам себя найти тоже. Почему? Ведь они, пророки, имели необыкновенный дар от Господа проникать в Слово Божие. Они слушают Слово Божие. Говорят, слушает раб твой и слышит. Слушает и слышит, говорит пророк. А как это понять? Ну слушает, понятно слушает. А можно слушать, а ничего не слышать. Сидеть просто, говорит, в одно ухо раз, а в другое, говорит, Сатана уже все вытащил. Птицы небесные, говорит, налетели и поклевали то зерно. А птицы небесные, это бесы, которые не дают слушать Слово Божие. Кто-то заснул, кто-то невнимательно выслушал. Кто-то, да, это меня не касается сегодня. И получилось, да. Вот Давид, он проникал в Слова Божие. И он видел, что-то не так. Вот что-то во всей жизни не то. И он Саула тоже увидел. Но однако, он знал, какой он жестокий. Но он не поднял на него руку. Это очень важно было. Такой убийца. Недавно совсем посмотрела фильм. Он называется «О великих битвах». И там показано, как захватывали Моисея, как заходили, они захватывали земли. И Давид. И там ученые поставили. И говорят, вот Давид, вот интересный персонаж в Библии. Он, говорит, убивал всех. До него, говорит, это редко кто делал. Как это вообще, говорит, евреи, почему они так поступали? Они же с Богом шли. Какой-то, говорит, очень жестокий народ. Они даже детей убивали. Девушек всех вырезали. Обычно девушек плен берут там. Пользуются как-то, чтобы они рожали. А эти, говорит, всех убивали. Почему? И мы видим, Давид и его кротость пред Словом Божьим. Помазанника Божьего он не трогает. Он детей убивал. Известью негашеной посыпали людей живых. Потому что всех колоть было невозможно. Тысячи. Что бы, ну, опять же, знаете, как Гиммлер поступал? Он побывал на одной массовой казни в Украине. Никто не знает этого. И когда ему сказали, после этого он посмотрел, поговорил с эсэсцами, со своими рядовыми, которые расстреливают. И ему сказали, какой процент самоубийств среди них и какой процент умолешения. То есть они с ума сходили. И он понял, так как у меня, так и гвардия не останется в конце войны, столько убивать надо. И придумал газ. Так мы видим это похожее все в Давиде. И казалось бы, такой жестокий. Вы понимаете, как можно изучать людям Слово Божие, не зная истин Христовых? Да это все будут поносить только веру-то нашу. А ведь если Давид, вот его слова о псалме, он искал Господа. Как он мог поступать жестоко? Значит, это была не жестокость. О чем мы скажем? Суровые необходимости или что? Он искал Слово Божие. И Господь ему давал, давал ходить его. И он находил. И все это было по Слову Божьему. Мне даже иногда странно бывает. Люди, с одной стороны, боятся читать уже Библию. Потому что она о войне говорит. А с другой стороны, наших православных взять, все как один говорят. Да ничего, ну там не постятся, или не молятся, или в храм не ходят. Да ничего, Бог милостив, Христос милостив, Он простит. Не молятся, не постятся. Церковь ходит через пень на колоду и совершенно не боятся Бога. Нету страха Божьего. Господь сначала страх показал. Господь, Он не просто велик, не просто могуществен. Он Отец наш. Он знает, как воспитать нас. А если мы не можем этого сделать, значит есть молитва. То есть надо искать лица Божьего через Слово Его в молитве. Если не будешь молиться, ничего не будем. Господь не даст никакого тебе слова, ни понятия, ничего. И мы сейчас это видим. Это массовое явление в нашей России православной. Народ не молится. Или не знает, о чем даже просить Господа. Не дам сна, о чем мы будем говорить. И не взойду на ложе мою, доколе не могу тебе место, Господь Богу. Да, Давид. Ну, можно только сказать, что Давид это ветхозаветный, новозаветный пророк. Да. Хоть ему удано было убивать людей, но как он поступал с врагами своими, это просто невероятно. Саул так гнал его, но казалось бы, убей уже. И подсказывают, он не убил. Ну, сейчас увидим, что нам надо брать примеры. Не только с Нового Завета, но и с Ветхого. Ну, конечно. Продолжаем чтение? Или толкование с комментарием? Нет, чтение. Я сейчас напомню, о чем мы говорили. То есть помолился Христос, и дальше такие местописания. Симон и бывшие с ним пошли за ним. И, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того и пришел. И он проповедовал синагогу по всей Галилее и сгонял бесов. И вот сейчас вот на эти стихи такая вот речь. Христа ждут в Капернаумии, а он идет в другую сторону. Он не желал прослыть чудо-дерем целителем. Но хотел, прежде всего, остаться благовестником Божиим. Благовестником Божиим. Христос ищет Божьего руководства к тому, как поступить. Затем действует совершенно независимо, пренебрегая людской славой и популярностью. Ищем ли мы Божьего руководства, чтобы поступать так, как говорит нам Священное Писание? Что можно сказать? У нас все в православии вокруг исцеления. Мироточат, исцеляются, кровоточат, исцеляются. То есть у нас немножко последовательность изменена. Исцеление это как подтверждение того, что ты говоришь людям правду. А люди часто ищут просто исцеление, а не проповедь. То есть Христос написано, что пошел проповедовать, запятая, и изгонял бесов. Исцелял людей. А у нас, зачем ты крестился, да, вот, сказали, там, кто-то заболел. Тогда уже идут, там, вот, мы были на Прощенное Воскресенье. Столько людей за Святой Водой. Почему на Прощенное? На Крещение. На Крещение. Оговорился. Все ищут здоровья. А Слово Божие люди. Ну, если можно, так слово сказать, что здоровье-то бы, казалось бы, неплохо искать, если ты верующий. Об этом мы, кстати, вот недавно и проповедь была. Да. Верующий, здоровый человек-то, это хорошо. Если верующий, да. Ты пошел, благовествуешь, ну ты здоровый. Ну дал тебе Бог здоровья, а почему бы нет? Блаженны ноги благовествующих мир, благовествующим благое. Они блаженны, Бог благословил, у тебя ножки такие пряменькие, быстрые, так ты ходишь, как и уй, стремительно. И все на благовестие. Но мы же этого не видим, благовестие. Даже в такой день, как Крещение, 19 января, люди массово собираются к священникам. Там священников много стояло, вместе с епископом. И епископ говорил слово, и молились, и все. Но люди-то пропустили это мимо ушей. Вернее, это бесы налетели и все унесли у людей. У них только теперь одно. А купель-то осветили, чтобы туда или занырнуть, или воды набрать. А для чего, спрашиваем? Ну как для чего? Ну во-первых, чтобы было духовное здоровье и телесное. Это сразу видно, что говорит человек не просто не евангельский, а который понятия о духовном не имеет. Это то же самое, как если бы человек сказал, ну сегодня погода, благодать. Но благодать, да, всегда говорят, вот в чем самое страшное. А благодать, это даром данное от Бога спасение. Благодать разлита везде. Ты в любом месте услышал Слово Божие, и вот тебе уже и благодать. Ты принял это к своему спасению, к души, спасению души своей, для вечной жизни. Ведь тут мы читали молитву Иисусу, написано, что дал жизнь вечную, и сията жизнь вечная, есть познание Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что жизнь вечная это Царство Небесное, а Царство Небесное это Иисус Христос, называет Евангелие его. То есть мы, когда говорим о вечной жизни, мы говорим об Иисусе Христе. Мы сейчас видим проповеди, о чем слышим? Патриарх ли выступает, или епископ, или какой священник, или какие-то диспуты идут. Они не идут вокруг Иисуса Христа. Должно быть только одно на телевидении. Священник сел, и он должен только одно свое толдонить. Вот Игнать Игнатьевич, мне вот это очень нравится у него. Если поставили какой вопрос, давайте дойдем его до конца. Вот мы когда говорили с сектантами, мы на себе это прочувствовали. Помните? И когда мы дошли до конца, а они нам... Теперь ваши 10 минут. И они-то думают, что мы будем на их вопросы отвечать. А мы постановили, нет, давайте до конца эти братья. И мы сидим, Игорь у нас был ведущий, а мы ему записки писали, какие местописания. И он только местами писания. То Надежда Васильевна, то я, то Татьяна Кузьминична. Мы так уже у нас кое-что распределировали. И мы сидим, мы пользуемся, а Игорь выражает это словами и читает им. И он за 10 минут им столько начитал на их один ответ. А там о священстве был, как раз вопрос об иконах. Он на это ничего, он только говорит о священстве. О священстве, о церкви вопрос мы решили. Только так. И в конечном итоге они сдались, и один встал и говорит. Часа три мы с ними беседовали в зале в таком большом. Там доска была, они нам вопросы свои записывали. А мы не отвечали, мы свое. И они встали, он и говорит. Я знаете, учился в университете, там на космического какого-то там авиаконструктора. И мы поняли, что вот там есть такой предел, потолок. Дальше уже никто не полетит. Вот говорит, мы, наша беседа достигла своего потолка этого аэродинамического. Дальше мы не сможем залететь. То есть уже придется только как на повышенных тонах. А мы говорим, знаете что, а мы только-только разминались еще. Мы даже ни одного стиха из обоима Игнатия Тихоновича еще не провели. Ни одного. И только мы сказали, 5 глава, 14-15 стих к евреям. Они посмотрели нас, а там как раз о первосвященстве Господа Иисуса Христа. И они поняли. Они уже все сказали, а мы-то только, как говорится, по усам текло и в рот еще не попало. И все, и они остановились и не знают, что дальше говорить. Ну и к слову сказать, вот комментарий Игнатия Тихоновича на слова блаженного ферфилакта. Не должно ограничивать дела учения одним местом. То есть, но надо бы навсюду рассеивать лучи слова. Это баженный ферфилакт говорит толкование на место питания, чтобы Игнатия к Христу пришли. И Христос говорит им, пойдемте, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать. Ибо я для того пришел. Вот Игнатия Тихоновича говорит. Наше рассуждение только из области воображения. Мы можем предположить, и даже с уверенностью, что язык и рука блаженного ферфилакта были движены Духом Святым. И что эти слова должны непременно исполняться ежедневно, вчера, и сегодня, и до последнего дня. Но на практике мы видим, что православные пастыри с Библией в руках не идут ни в народ, ни на амбон. И не толкуют священное писание, потому что не знают его совсем. Из тех, кто слушает их не евангельские, хотя и редкие проповеди, в дальнейшем будут выходить такие же мертвые пастыри, ибо ученик не выше учителя. Значит, слова, сказанные ферфилактом, исполняем не мы, православные. Тогда кто же? Ведь они должны быть непременно выполнены. Отсюда и рождение разных ересей и сект, потому что каждый, чье сердце горит любовью к Господу и Слово Его, по своему разумению, слабому и греховному, начинают толковать Библию, даже не зная о существовании 19 правила 6 Вселенского Собора, запрещающего толковать Библию вопреки святых отцов. Псалом 118, 11 стих. В сердце моем скрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. В каком бедственном состоянии находится православная церковь среди бушующего моря, когда погашен светильник, Слово Его, животворящее мертвых. Псалом 118, 105 стих. Слово Твое, светильник, ноге моей и свет стезе моей. О, если бы свала Хефилакта приняли сегодня как повеление и благословение. А у нас поедешь на проповедь и сразу, кто благословил. Я хотел место Писания, вот это вот еще, 118-й Псалом. Слово Твое, скрыл я в сердце своем написано. Ну вот слово скрыл, очень интересное. А оно открывается через другое место Писания, когда Господь говорит, будьте просты как голуби, а мудры как змеи. И все сразу говорят, ну змеи, ну чего же, так совсем. А чего она такая мудрая змея? Змея, она имеет такую особенность, способность регенерировать некоторые части тела своего. Особенно с хвоста начинаю. Вот ящерицу кто хватал за хвост из вас? Отрывала она хвост. Прям такое колечко красненькое. Ну так, кровушка ее такая. И все, и потом хвост смотришь такой маленький. Бывает два хвоста, бывает три отрастет. За место этого хвоста. То же самое змея. Ты ее так обрубил, она зарастет и будет ползать. И она ужалить может, и она может тебя победить, змея. Так вот, так же должен быть и верующий. Скрыл в сердце своем. Не просто там на поверхности разлилось где-то, а скрылось оно там. То есть оно все запечатано. Оно как за семью печатями. Оно как за крепкой каменной стеной. Чтобы его никто не смог вырвать, это слово из сердца твоего. Для этого нужно поучаться еще каждый день в этом слове. Оно не просто так должно быть скрыто. А оно скрылось почему? Он же в 118-м псалме рассказывает об уставах этих заповедях Господних. Что он всегда в них плавает. Они всегда перед его глазами. Они на ноге его. А не светильник для него написано. И он вымыслы человеческие ненавидит, а закон Божий любит. А чтобы его любить, нужно показать это на деле. Вот он не убил Саула. А ведь если бы убил, вы представьте. Ну каждый же хочет иметь очень много богатства. Он бы имел все. Просто убить Саула. Его дочка и его жена. Это уже 100% он царь. Все его любят. Галяква победил. Сколько разгромил он филистинлян? С филистинскими царями уже у них был. Он уже подружился с ними. То есть у него вообще было все хорошо. Но он этим путем не пошел. Почему? Скрытое в сердце слово. Оно всегда его побуждало делать то, что в этом слове написано. А ведь слово это не какое-то просто слово. Бог допустим и все. Помните, когда растерзали Игнатия Богоносца львы? То сердце ему принесли. Говорит, ну где там его сердце? Он говорит, имя Иисуса у меня в сердце написано. Где там его сердце? Приносят сердце, говорит, открывают его. Режьте. Разрезают. А там золотыми буквами написано Иисус Христос. На каком языке не знаю. Но это нам говорит житие святых. Как бы наше предание православное, в которое мы верим. Вот оно слово Божие, которое здесь скрыто. Ведь до конца должно было быть скрыто слово Божие в истине. То есть имя Иисуса Христа. Так же, как у Иова. Иов видел Иисуса Христа. Но это сейчас понимаем. Не кто-то, говорит, увидит тебя. Спасение мое. То есть Иисуса Христа. А мои очи. Вот эти самые глаза. Увидят тебя. И когда он увидел, говорит. Все. Мне только один раз. Я тебя увидел. И я замолкаю. И склоняюсь перед тобой. Все. Он уже до конца понял. Иов понял. И так же Давид. Он ищет Господа. И скрывает слово в сердце. То такой степени оно здесь хранится. Что никто не поколебал Давида до самого конца. Видите, семей вышел. Его поносит. У него целая армия идет. А семей его поносит. Ты жена убийца там. Матерь убийца. Что только не вспомнил. Брата убийца. Всех там вспомнил. Кого можно, кого не надо. И он говорит. Оставь его. Не надо, говорит, его убивать. Вдруг, говорит, Господь. Какой грех мой простит. Если я сейчас смирюсь перед этими словами. Это помогло. Это новозаветный поступок. Потому что мы видим. Все вокруг рубят. Никто не щадит. Так же и Елисей поступает. И вообще пророки. Вот читаешь Ветхий Завет. И вот одна такая горечь. Эти цари такие. А потом раз попадется царь. Которого говорят. И он угоден был в очах Господних. Или он угождал Богу. Или он угождал Богу, как его отец. И несколько примеров, как он угождал. Убрал идолов. Храм Божий там отстроил. Опять украсил. И думаешь, как хорошо, что все-таки были такие. И мы смотрим. А их ни много ни мало уже. А десять царей есть. Которые угождали. Ну, у идеев. У израильтян уже этого не было. А вот у иудеев было. Те, кто в Самаре были. Десять колен. Ищем ли мы Божьего руководства, чтобы поступать так, как говорит нам Священное Писание? Речь идет о благовестии. Вопрос вот такой. Умеем ли мы сравнивать то, что нам предлагается с тем, что нам говорит Бог? Что нам предлагается? Чаще исповедуйтесь, чаще прочищайтесь. Нет, это православное. Православное. А Христос говорит, для того я и послан. Мы христиане. Если Христос послан, для чего? Чтобы проповедовать. Ученики пришли к нему нести Слово Божие. Да. Всем людям, всем человекам. Да. Ну, по милости Божьей у нас в общине это есть. А вот другие приходы, ну, я не знаю, занимаются. Кто, может быть, знает эти. Ну, вот у меня мама была. Она не может только рассказать. Так-то мы с ней, когда читаем Слово Божие по блаженному феофилакту, и также вот разговор у нас идет, какой-то вопрос. Я ей задаю, пытаюсь, чтобы она ответила. Мне все интересно. Когда она подойдет к евангельскому познанию? Она очень любит священников православных. Она настоящая православная. У ней один спился священник, который у них был. А она, да, понимаю, спился. А теперь другой. Она его уже любит. Все. А что он делает такого, что ты так его любишь? Он, ну, что делает он? Он читает. А что он читает? Ну, вот что-то он там такое читает. А что ты запомнил это? Не, ну, он же вообще выходит, читает, как проповедь какую-то. Ну, а чем тебе помогло-то? Он нам не разрешает еще занятия проводить. О-о-о. А кто проводит? А он сам монах, а с ним всегда ездит матушка. И что это за матушка? Ну, женщина такая в средних летах всегда с ним ездит. Ну, он же монах. Ну, она как у него помощница. И что она делает? Она занятия проводит. И вы какие занятия сейчас ведете? А о чем? А? Бытие книга. О, молодцы. По Златоусту? Нет. А почему? Ну, она вот прочитала и начинает там толковать. И что? Ну, вот прочитала об Адаме и Еве. И об женщинах, о мужчинах. Обо всем она теперь начинает рассказывать, как правильно жить, как там все. Ого-го, сколько можно там наговорить. Я говорю, и что? Ну, ходило 10 человек, а теперь, говорит, никто не ходит. А что такое? Так она, говорит, там что-то такое, как наговорит, говорит. Никто, говорит, не понял, чего она хочет сказать. Понятно. Я говорю, ну, а ты-то сама ей предложила блаженого Феофилакта? Маме, говорю. Ты же читай. Вот тебе же интересно это. Очень интересно. Но ты ей предложила. Ну, как я могу? Я же не веду занятия. А что бы тебе не вести? Мы же уже были там, ты вела уже занятия, мы пробовали. Вот, читай только от блаженного Феофилакта-то и все. И не отступайте ни от него. Не надо. А Златоуста? Ну, могли бы Златоуста открыть. Бытие-то толкование из Златоуста очень хорошее. Почему не открывается Бытие? А потому что они знают. От себя-то легче. Ой, Господи. Она и Малахова вспомнит на телевидении какого-то там. И Малышеву, ну, здоровье это. Все туда приплетет. Потому что, говорится, что видит, то не говорит. Ну и вот в тему как раз следующий вопрос. Те, кто называются церковными наставниками, священники и архиереи, желают ли, чтобы слушатели их слова сверяли все слышанное от них в Библии. Как раз к этому.